Успехи спортсменов Ненецкого округа на международном уровне будут оценены. Соответствующие изменения в региональное постановление сегодня были одобрены на заседании администрации. Таким образом, окружные спортсмены и их тренеры смогут получить заслуженные премии. О цене победы расскажет Любовь Пермякова. Окружные спортсмены выходят на новый международный уровень, показывая высокие результаты. Таких спортсменов и тех, кто дает путевку в мир большого спорта, тренеров необходимо награждать. Уверены в департаменте образования, культуры и спорта. Но в действующем положении округа за такие высокие заслуги вознаграждения не были предусмотрены. Они были лишь для тех, кто добрался до первенств и чемпионатов России. Поскольку у нас появился спортсмен уровня сборной команды России, и он потенциальный, на наш взгляд, кандидат для выступления, и для выступления, прежде всего, в первенствах мира среди юниоров, в соревнованиях Всемирной универсиады. У нас возникла необходимость предусмотреть такую возможность, если он займет высокие места призовые, пошить спортсмена. То есть можно считать, что Александр такой первый открыватель, да, такого уровня спортивных достижений? В нашем округе, да, это первый спортсмен такого высокого уровня. Спортсмен, о котором идет речь, 18-летний лыжник Александр Терентьев. Один из воспитанников спортивной школы труд, которая осуществляет подготовку спортивного резерва не только для сборных команд НАУ, но и сборной Российской Федерации. В связи с тем, что в этом году Александру удалось попасть в состав сборной России, и он претендует на участие в международных соревнованиях, сектором физической культуры и спорта при окружном департаменте было принято решение добавить в ранг имеющихся достижений более высокие заслуги, чтобы наградить спортсмена и его тренера. Предлагается включить в положение ранг соревнований первенства мира среди молодежи, юниоров, Европейский юношеский фестиваль, Всемирного универсиада. Принятие постановления потребует дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Нянинского автономного округа в размере 150 тысяч рублей, которые предусмотрены в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 года. Согласно разработанному рангу соревнований, за первое место в первенстве мира среди молодежи и юниоров, а также Европейском олимпийском юношеском фестивале и Всемирной универсиаде спортсмен и тренер смогут получить вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, за второе место 30 тысяч и за третье 20. Данное постановление вступит в силу 1 января 2018 года. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.